привет друзья мы еще все еще в калифорнии все еще в солнечной калифорнии забрал я форда не снимала надо было снимать там ford полный битком вещей от багажника и пассажирское сидение мне даже зеркало не видно пассажирского 2 аккорд все по-американски чисто здесь как обычно у mercedes батарея под сиденьем и они мне говорят нужно снимать сиденье чтобы был доступ батареи а у меня инструмента там специальная звездочка такая головка на то тут кусты половина засохла половина еще живет мошенники оказались сами брокеры кто выставил машину на центр диспетч это дилерка отправила брокеру деньги и брокер пропал то есть взяли деньги и пропали и дождь ехал нарушением скоростного режима сейчас вероятнее всего включится мигаус смотрите в районе хьюстона река вышла из берегов затоплены дороги вот этот закрыт закрыт потому что высокая вода он написано вон просто дорога идет и дальше вода достаточно сильно подтопило аки в воде стоит смотрите под мост вода уходит я вчера ехал получается по мосту сверху снизу привык смотрю там прям вода сначала чет не понял там пикап трактором по воде очень высоко уровнем даже у пикапа лифтованный пикап ушел высоко по воде это куплен все такое вот смотрим так это же большая дорога прям привык затопленный оказался и вот сейчас вижу что-то последствия здесь река и видимо много осадков было и вышло из берегов ну так вроде в целом нормально так вот именно места подтопления рядом с рекой я еду как то есть у меня осталось две машины на трейлере сейчас нужно забрать пять машин здесь юстоне и выезжаю по пути на даллас два дроба придется все вынуть весь трейлер чтобы два дроба сделать и поставить обратно и в далласе у меня еще три машины должно быть пока две еще одну диспетчер забирает так вот есть старый мост узкий сейчас просто вот достраивают огромную часть моста здесь же строят с такой же высотой даже делают повыше чем было старый мост вот такой был теперь будет такой да выше смотрите выше массивнее то есть я думаю что когда достроят эта дорога будет в одном направлении эта дорога будет в другом направлении возможно здесь был трафик узкое место и решили вот построить просто рядом еще один такой большой мост здесь вот еще нет пролета что не поставили они где-то в середине получается сводят две части моста высокий мост очень высокий вот что меня раздражает строят огромные дилерки никогда не предусматривает место под траки на чем вам должны привозить машины на вертолете что вот огромная дилерская дилерка джимси просто некуда припарковаться просто здесь нигде нету заезда и выезда под траки можно повернуть типа вот сюда завернуть но потом задом выезжать на вот такую ту лицу с оживленным движением это небезопасно безопаснее стоять на полосе сейчас я пойду выставлю треугольники пошел забирать спасибо за субтитры за субтитры за субтитры за субтитры делал DimaTorzok так ну что вот аккорд нашли мы 060 домой делаю инспекцию и надо будет пойти просят прислать им билов лейдинг но я его пришлю им после того как сделаю инспекцию поэтому погнали делать инспекцию все инспекцию сделал еду подписывать и буду выезжать за следующей машины так все я у трака сегодня нужно торопиться сегодня много дел надо все успевать поэтому быстренько грузим аккорд и погнали дальше кину его наверх так все заезжаем на трейлер все я закончил аккорд кинул сейчас забираю треугольники и выезжаю дальше сломали мне треугольник они вообще не церемонятся в этом плане все good to go и и я на монхеме первая машина у меня хаммер скорее всего вот этот до h3 и он еще и высокий ехан и баба надеюсь ты заведешься друг мой давай уже хороший знак ех блин он большой я думал меньше выезжаем на инспекцию все надо инспектировать надеюсь он меня влезет что-то я сомневаюсь уже что он влезет наверх но очень хотелось бы так все инспекция вроде огромный а подвеска либо мертвая либо я не знаю все здесь я закончил погрузил таха влез на хвост наверное не видно камер погрузил внутрь выезжаю сейчас забираю шеви квинокс и на выезде заберу приус и еду на деливери уже в сторону далласа надо спешить время уже 11 надо из далласа вернее из хьюстона выехать в час еще два часа у меня есть вроде расстояния небольшие поэтому погнали пикапиться дальше так вот мой эквенокс делаем инспекцию а а а а 0 я некий экран сошел с ума ох и жара в машинах невозможное просто все вот он трак мучим ставим и едем за плюсом там должна быть одесса так я утра к я себе заказал только что сбегал бурита потому что сегодня спешу сидеть кушать некогда поэтому заказал чтобы пока я гружусь приготовили и я пошел забрал все поднимаю и вот сюда буду ставить эквенокс убираем здесь пальцы потому что эквенокс буду опускать вниз очень редко здесь использую пальцы первый раз это вообще не выдвинул до конца вернее высота немножко поэтому скачет все убираю с той стороны тоже пин заезжаю и крепимся старичок комара поехал единственная проблема что камеры заднего вида здесь нет припарковаться очень сложно ничего не видно надеюсь я нормально встал вылазить только надо отсюда с этой стороны достаточно места ну можно даже нужно ближе нужно ближе ближе еще на полметра сейчас если я сделаю вот так то я потом не закрою багажник поэтому поэтому я сейчас сниму камеру камеру сейчас подключу к телефону вот здесь поставлю и вот здесь так и все и буду смотреть то погнала садится как он такое илон маск в общем забрал я бурита свою погрузился пошел забрал пакетище блин и оказалось но обычно бурита это блин шаурма мексиканская такой небольшой ну как небольшой большой такой рулет с мясом и там еще со всякими вещами а здесь это оказался ресторан то есть это бурита выглядит вот так в коробке увесистая там еще целый пакет чипсов и соуса ну придется сейчас быстренько покушать чипсики потом заточу кукурузные из сальса вот это по чипсики офигительно ладно приятного мне аппетита обычно бурита стоит баксов 15 здесь блин оказалось что стоит 28 но это ресторан ну думаю что вкусно будет это стейк в лаваше завернут стейк ну хороший стейк говяжий поэтому думаю будет вкусно ладно кушаю и еду всем приятного аппетита чуваки смотрите прикол оба гидроцикл поехал такого я еще не видел красава чувак я на одессе приехал забирать приус у меня был релиз на гейтах оказался гейтпасс распечатан поэтому все хорошо приус я сегодня заберу были по этому поводу сомнения а самое интересное это тачка с карваны карвановские тачки стоят на аукционе одесса у них всегда есть площадки здесь вот стоят их траки три шесть шесть девяток те которые перевозят машины и вон локальные то у траки которые доставляют машины клиентам купленные проданные карваны это онлайн дилерская которая продает машины cadillac которые у меня есть я как раз купил на карване ладно все я забираю приус кстати вон он вижу приус стоит забираю его и выезжаю на даллас я уронил только что камеру но она жива первое ее падение пережила все хорошо надеюсь больше не буду ронять ладно погнали работать все я загрузился у меня сейчас дроп будет вот этого аккорда и вензы где-то через два с половиной часа сейчас посмотрю хаммер эквенокс здесь так стоит и вот приус поставил на хвост сверху таха высота тринадцать и семь тринадцати шесть цепляет антенку тринадцать семь не цепляет ну тринадцати семь четырнадцать в навигаторе поставлю грузовом своем на тракер пассе и можно ехать не забыть линеечку пины проверяю я сейчас делаю обход дублирующий проверяю чтобы все вот допустим вот такие вещи чтобы не терять пины ничего не терять стрепы здесь все хорошо все закреплено здесь все на пальцах все едем на дроп и 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 а и и опять я короче камеру на двери забыл но уже точно получается крепление прошло тест дорогой то что с двери камера не отпадает мне есть вот это вот крепление оно на магните крепится, вот я к двери креплюсь, вот эти, чтобы кадры красивые получить. И сейчас вот выезжал с Одессы, поставил камеру, чтобы там подснять вам прикольные ракурсы, и просто забыл, вот еду уже по фривею, наверное, час, не, час еще не еду, ну, минут 40-50 еду, и вот она все это время была на двери, я случайно понял, что она на этом, присмотревшись в зеркало, увидел черный объект, думаю, блин, камера, и забрал ну, как бы я ее ставлю так, я ее на ходу забираю, рукой окно опустил и забрал, такие дела, хорошее крепление в общем, друзья, это трэш я с таким не сталкивался никогда, сегодня повторяется ровно та же история что была вчера по поводу мошенников-брокеров я еду сейчас звук уберу я еду на доставку хонды и вензы, которые я даже должен доставить в такой достаточно глухое место там получается частный дом который находится в лесу кастомер не отвечает я на пикапе тоже общался только с бабушкой по телефону ни с кем не общался тоже номер был недоступен и, соответственно, у нас там безналичная оплата квикпэй вчера тоже был квикпэй я звоню диспетчеру и говорю, что так и так, я чувствую, что пахнет жареным опять такая же ситуация, как вчера я вчера почувствовал что-то неладное сообщил диспетчеру и мы вовремя выяснили в том, что брокеры мошенники и смогли вчера получить оплату в итоге от дилерки если бы я уехал а я должен бы просто расписаться и уехать то было бы очень печально я думаю, что не заплатили бы за эту машину так и сегодня я сообщил диспетчеру звоню, говорю, Юра, так и так есть проблема проблема в том, что я, скорее всего, буду там не на связи в этой деревне, там в лесу первый момент второй момент, кастомер сейчас тоже от Available не отвечает вернее, даже там не то, что сети нету а там написано, что этот номер отключен от сервиса то есть как бы за неуплату либо его вообще просто аннулировали и получается диспетчер выяснил вызвонил брокера и оказалось, что брокер, во-первых, компания которая нам дала этот заказ пропала с системы Central Dispatch и второй момент, они не хотят делать безналичный перевод то есть все указывает на то, что брокера опять мошенники то есть они с кастомера хотят получить деньги после деливери а нам ничего не заплатить такие дела в общем, решение начальством было принято то, что я везу эти машины на Яр в Чикаго мне сейчас, у меня 7 машин на трейлере мне нужно забрать только лишь одну машину сейчас придется мне Prius, который у меня на хвосте поставить на 5-е колесо внутрь и потом все поставить следом все машины перетусовать, короче, сейчас придется надеюсь, Prius встанет Хаммер обратно все встанет и все поедет с нормальной высотой не хочется прям весь трейлер только хотелось бы нижние 3 машины вынуть и 4 обратно поставить надеюсь, все войдет в общем, я везу все на Ярд в Чикаго 1000 миль такие дела вот такие приколы я не знаю, ну, реально за полтора года у меня не было таких ситуаций вообще никогда видимо, сейчас участились такие случаи будьте внимательны и аккуратны я приехал за пикапом Вольвы я вообще хотел сюда заехать но здесь оказалась гейтерия поэтому придется загружаться на дороге выставлю сейчас знаки движение быстрое, но оно не интенсивное то есть светофор пускает часть машин буквально проезжает с десяток, наверное, машин может меньше и все, и никого поэтому знаки поставим и будет ицокей этот поставлю посередке чтобы была возможность для маневра все, звоню кастомеру попрошу, чтобы выехала на дорогу это студенческий какой-то оказывается городок я не знаю сейчас, что будет если я поставлю Prius сюда потому что выхода у меня особо нет либо вытаскивать весь второй этаж и ставить сюда аккорд аккорд на аккорд либо попробовать сюда поставить Prius посмотреть, какая будет высота хаммер, в принципе, у меня не так глубоко загнан я экстеншены просто эти экстеншены приопущу то есть есть куда опускать и Prius, соответственно, станет но я не уверен, что будет какая-то разумная высота по аккорду поэтому сейчас надо будет попробовать это сделать что получится уже от этого будем плясать если разумная высота будет то Prius останется здесь если разумной высоты не получится то придется вынимать весь второй этаж сюда поставлю Prius наверх, снизу аккорд ну и там все по-другому вообще то есть весь трейлер придется, возможно, перетусовывать Hi Thank you, it's all right It's all right, it's all right Yeah I need to make inspection Okay, give me like a couple more minutes Okay, I need your signature, how many key? One? Yeah Okay, one key This driveable Type in your name And sign Okay, great Okay, you will meet me, right? Yeah, someone will be there Okay Do you have an idea of like the time frame for when it will be? Time, I don't know, but I think it should be Monday Monday? Yeah Oh, sweet Yeah, I will call you This Monday? Yeah, this Monday, yeah After tomorrow That's so quick No rest at all Okay, I will text you Okay I'll give you this Yeah Okay I think it should be right there, where is Prius now I will put Prius on the front I will spend here a couple more hours Do you need me to stay? No, I'm good Okay, I'll be right here, so if you need anything No, 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 I'm good, thank you Thank you Do you want me to turn the cautions off? Oh, it's good Okay It's the middle button Thank you so much Okay, thank you, yeah, I will text you Thank you Okay, bye Prius What's that? Chevrolet It's Tahoe Tahoe Пока не нужен Camer Этот Chevrolet Все Пока так Дальше будет видно Volvo, Volvo Девочка сидит, конечно К рулю в упор Прекрасно, что здесь ворота закрыты И никто не будет заезжать-выезжать Я сейчас сюда напихаю машин Пока буду перегружаться Это плюс Следующий Prius Prius раздолбанный, конечно До жути Так, продолжаем вынимать машины дальше Я закончил Заняло у меня это 106 минут Без малого 2 часа Достаточно быстро Я думал займет больше Все погрузил, все упаковал Сейчас забираю треугольники И выезжаю Ко мне вызвали копов Люди проходят, здороваются Ко мне вызвали копов Охранник вызвал копов Даже не подошел Мне ничего не сказал Ничего не спросил Просто вызвал полицию Охранник этого студенческого общежития Городка Я поставил Вот там все машины стояли Там поворот И там есть ворота Я сейчас даже покажу Там есть ворота И я все машины перепарковал туда Мне было просто удобно Мне нужно было вынуть 5 машин Чтобы поставить 6 обратно Чтобы полный сетап 8 машин Сверкает на сваливающих Я туда все перепарковал Охранник приехал Негодуя, что А чьи-то машины Что за машины Вот здесь эти ворота Закрыты на цепь То есть здесь никто не ездит Они на цепи И я вот здесь запарковал 6 машин Приехала полиция Просто спросила Что да как Как ты Вернее что ты делаешь Вообще тут Я говорю Я гружусь Вот забрал Типа одну машину У студентки Она говорит А Типа Вернее коп говорит Да, все хорошо Без проблем Они еще что-то постояли Поболтали с охранником Полиция у меня спросила А сколько тебе времени еще надо Я говорю Ну еще минут 40 Он окей You good Типа занимайся И все Я пошел работать Не снимал на камеру Потому что как раз стоял Таймлапсик Таймлапсик стоял для инстаграма Поэтому кому интересно Залетай в описании Есть ссылочки на инсту Там есть таймлапс С этой загрузкой Ну а мне еще вот Уничтожили Один треугольник К сожалению Они даже не пытаются Остановиться Он стоит Достаточно безопасно Стоял специально С краешку Это уже не первая ситуация Когда бьют треугольники Поэтому нужны конуса Резиновые конуса Чтобы их просто сбивали И все А треугольники Буду на ярде Возьму новые И больше не буду Использовать их Куплю конуса И с конусами Будет все окей Так что так Все сейчас покажу Как я упаковался И поехал на Чикаго Итак А упаковался я так Из-за Prius Из-за этого Все пришлось перепаковывать Потому что Prius На пятое колесо Будет очень плохо влазить Он высокий Я сначала хотел попытаться Но даже не стал этого делать Тахос поставил там Где и стоял Вот эту Volvo Я только что забрал Equinox Стоял здесь Я его поставил наверх Поменял местами Поставил сюда Volvo Эти две машины сверху Я не трогал То есть Venza и Accord Едут на ярд Я их не трогал И соответственно Hammer поставил сюда Hammer здесь Привязал Стрепой Притянул его вниз Чтобы здесь Над Accordом Было расстояние Чтобы качался только Accord Там тоже Места вот здесь Совсем немного Но вперед-назад Машины почти не двигаются Ну и здесь Accord Над Accordом Два Accordа друг на другом Все хорошо Все влазит Все помещается Все забираю треугольники И выезжаю Сегодня сейчас доеду До какого-нибудь Тракстапа Надо обязательно помыться Здесь очень влажно Я весь мокрый насквозь Поэтому очень хочу помыться Просто-напросто И начинается дождик Ладно Все Валим отсюда Доброе утро, друзья Следующий день Я еду в сторону Чихаго У меня есть один дроп В Сент-Луисе Но этот дроп Пока непонятно Можно ли будет сделать сегодня Потому что я туда приезжаю вечером Они вообще сегодня не работают Работают только завтра с утра И еще и в 9 утра А это огромная потеря времени Я буду там в пол седьмого Сегодня вечером Попробую напишу СМС-ку кастомеру Может кто-то приедет На делик у меня Встретят Такое бывает Так что так Такие дела В общем-то просто дорога впереди 8 часов езды 511 метров Едем Погода плохая Идет дождь Сейчас вот он стал немножко меньше Но в целом льет иногда Как из ведра Не очень комфортно Хотелось бы по сухому ехать Но хотя бы Трак и трейлер Немного полоснуться Отмоются От песков Аризонских В общем Просто едем Едем до Сент-Луиса А дальше Как будет, так будет Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро Понедельник Я приехал на первый дроп Вчера не захотели они меня принимать Писали СМС-ки Звонили Они долго не отвечали И вечером просто ответили Одним словом Нет Нельзя Ладно, что Сейчас утро Времени 7.50 Они открываются в 9 У меня есть час 10 Для того, чтобы Вынуть 3 машины И одну отдать Всего 4 4 достать С трейлера у меня Аккорд Нижний на пятом колесе Нужно отдать Поэтому я вынимаю 4 машины И ставлю 3 обратно Как раз за час Я неспешно успею Пока они откроются То есть они приедут Откроются Я сдам машину И сразу же Поеду дальше На Чикаго Дилерка Вон За забором Здесь вот Хорошая такая Широкая улица Возле торгового центра Вон какой-то Я увидел, что улица широкая И что у нее есть дорога Но я развернусь здесь То есть я поверну туда За сдадом Замвдок И сюда Выведу обратно В обратную сторону Так что место хорошее Погнал я работать Единственное Надеюсь Дождя сильного не будет Потому что только что По дороге был сильный дождь Сейчас пока мелкий У меня есть дождевик Но я думаю, что в нем Неудобно будет работать Ладно, погнали Пока дождя нет Погнали работать Вот этот аккорд Мне сейчас надо отдать Мне надо верхний этаж Весь поднять Нижний весь вынуть Это все убрать надо И все Сдать аккорд И все поставить В обратном порядке Только в таком порядке Это все обратно И влезет То есть ничего Не получится сейчас Перетусовать Для дальнейших дропов И дальнейшие дропы У меня тоже будут В этом плане неудобные Потому что придется Туда-сюда Много чего скидывать Так, сейчас Давайте сразу Наверное подготовим Все поднимем вверх Розетку Забыл розетку Вот так Можно работать Все поднимаем на максимум Потому что будет Выезжать Хаммер Высокий Все должно быть безопасно Сразу поднимаю Вольво Ну и теперь по очереди Еще нужно выдвинуть Рэмпы Но Когда машина стоит На экстеншенах Надо не забывать Про стрепы Потому что На ручнике Можно выдвигать То есть я сейчас двигаю Задние колеса Крутятся И рэмпа Выезжает Телефон Вечно Попадает С кармана Надо Карман Чтобы на молнии Был Пончики Не обидятся Если я у них тут Немножко Позаимствую Парковку Все Первая пошла Дальше Вольво Единственная машина Которая у меня Ездит иногда На трех стрепах Это вот эта машина Задом Потому что Здесь вот такие Перекидные пластинки Я просто Когда уже Погрузил машину Забыл Тут эту пластинку Перекинуть Ну то есть тут Чуть-чуть машина Вперед И эта пластинка Должна была быть сюда Но на трех стрепах Здесь она очень хорошо стоит Остальные все На четырех Только эта машина Бывает на трех стрепах Из-за того что Ее очень Из нее очень Неудобно выходить И соответственно Когда ты поставил Вышел и видишь Что стрепа у тебя Не закрепится На этой стороне Ты просто уже Не залазишь в машину Потому что Ну у нее реально Очень сложно залазить Здесь места нет Поэтому оставляю так Стрепы я всегда убираю Отсюда тоже сразу Нужно все убрать Здесь пусть так и остается Пусть что приус Все равно сюда же встанет Это убираем Это отстекиваем Здесь плашки Их здесь больше Крючки сейчас не достать Попозже Выйду достану Здесь плашек больше Потому что здесь Здесь вероятности больше Чтобы попасть Поэтому в основном Закреплено с этой стороны Последняя стрепа Вот на Volvo Сейчас воспользуемся Небольшим лайфхаком Не на всех машинах Это работает Но на Volvo Это сработало Держим кнопку Открытия машины И открываются окна И через окно В машину попасть Намного проще Оп И все Здесь девочка ездила Сидение очень поднято Все Погнали Вещей тут у нее Но она спросила У меня хотя бы Может ли она Положить вещей Прежде чем это сделать Обычно делают И потом Ой, а что нельзя было С удивлением спрашивают Люк вроде закрыт Все Пошли дальше работать Теперь на очереди Хаммер Хаммер Сейчас покажу Что я делал с хаммером Перчатки Сразу отстегиваю Здесь стрепы Здесь тоже Так, и здесь вот есть Стрепа за крюки Стрепа это за крюки Сделана для того Чтобы не билась Вот эта машина То есть мне Аккорд нужно было Опустить ниже Жопа вот эта То есть оно стояло Вот на четвертых пинах И хаммер просто Не проходил Поэтому я поднял Аккорд Вот как сейчас Он заехал И затянул Подвеску Сейчас покажу То есть здесь Вот стрепа идет Через два крюка Это сделано Для того Чтобы морда Хаммера не качалась Это раз А во-вторых Для того Чтобы он был ниже Сейчас вот он Отпрыгнуть должен Вот видели Насколько поднялся У меня есть одна Стрепа Специальная Я с нее поснимал Резинки На такие случаи У меня с франглером В одном из стрипов Если помните Кто видел Была похожая история Мне нужно было Его привязать Чтобы он здесь Не раскачивался Внутри трейлера Но я сейчас аккорд Выгружу И этого уже делать Не нужно будет Потому что я вот Эти платформы Просто оставлю Поднятыми И все И не будет Никаких Проблем Все И последняя Стрепа Есть Все Выезжаем На Хаммере Все готово Хотя я вот Не люблю Хаммер Но этот Прям в порядке Какая-то Комплектация Что ли Альфа Или что это такое Я честно сказать В них не разбираюсь Но Я первый раз Вижу Хаммер В таком Ухоженном Состоянии Живом Он реально живой И кожа живая И по салону И по кузову Не знаю Сколько за него заплатили Но он живенький Звучит хорошо Все Только вот Сидеть тут Неудобно Для выезда Есть Вот эта вот машина Она наверное Самая опасная В плане В середину Большая Очень ее Опасно Но этот Хаммер еще Он длинный Но он не широкий А вот предыдущий Рэм был Рэм Он широкий И на нем Немножко страшно Совершать эти операции Потому что Он с обоих сторон С обоих сторон Очень узко А Хаммер У него Достаточно Расстояния И можно контролировать Только свою сторону Близко здесь ехать И ты с уверенностью Знаешь что здесь Проходит А на рэме Так не получается На рэме Чуть-чуть он на косую Пойдет И здесь он уже В эту стенку Упрется Поэтому В этом есть Сложность Все Теперь что нужно сделать Чтобы снять аккорд Нужно во-первых Убрать вот эти вот пины Раз Два Все Убеждаемся Что они ходят Опускаем вот эту вот Платформу Так чтобы можно было Сейчас стрепы Расстегнуть И можно поднимать Середину Поднимать на все Тоже ступенчато Там немного Там немного Чтобы не закусывала Платформа Здесь рычагов Немного На санвале Здесь вот этот крайний Это та дальше Средняя Все И теперь нам нужно Там еще поднять Здесь Это вот это Пятое На санвале Здесь ничего не подписано В этом минус Ну то есть Здесь непонятно По нумерациям платформы На всякий случай Хотя нет Аккорд проходит Аккорд проходит Здесь все проходит Эта платформа Полностью поднята Надо сейчас скинуть Стрепы Пока это удобно Объясню сейчас почему Вот сейчас здесь Большое расстояние И удобно Вот так вот Замки перекидывать Чтобы не царапать Их об порог Аккорд тут и так Обиженный жизнью И здесь то же самое Удобно Вот так вот В сторону чуть отвел И скинул замок Все и дальше Стрепы Тоже вот Эта машина Самая неудобная По крепежу Потому что замки Туда идут И приходится там залазить Чтобы скинуть замки Вернее не скинуть А когда затягиваешь Так сейчас вот так повесим Сейчас теперь с той стороны Надо сделать то же самое Вот здесь вообще Над порогом И сейчас я машину отпущу То здесь замок Просто некуда будет Поворачивать Поэтому Растегивать И затягивать Желательно На поднятой платформе Крайней мере Это удобней Во много раз И безопасней Для порогов автомобилей Сейчас здесь Аккорд Замученный жизнью А бывает Здесь какой-нибудь Порш 911 стоит Я руку вот так вот Еще подкладываю Обычно Когда открываю Замки Вблизкие Возле порогов Тут мне упирался Замок в руку В случае Если он вдруг Как-то пойдет В сторону порога То порог останется Без повреждений Все Сейчас Опущу платформу Уберу Вот эту ступеньку Все Вот так Видите Здесь уже расстояние Намного меньше Но с аккордом Еще нормально Здесь вот у меня Фокус стоял Там замки Просто над замками Осталось Несколько миллиметров И все То есть их даже Невозможно расстегнуть Не то что там Машину боишься повредить А аккорд Он еще более-менее Высокий Все Теперь залазим В машину И просто осталось Выехать Здесь вот отсюда Удобнее всего Через колесо Вот так Буду сейчас Весь грязный Как ни крути Приходится тереться Здесь вот Мало места Надо было перчатку Взять подложить Но я и так пролезу Не коснувшись Не знаю как Не представляю Вернее как тяжело Полным людям Здесь вот лазить По всем этим местам Я иногда Не могу залезть О Зашибись Сел аккумулятор Сейчас попробую Попробую на нейтралке Хотя бы Скатиться Чтоб вылазить Было удобнее Посмотрим покатится он Или нет О Оп Оп Нет Не прокатило Села батарейка Ну В окно сейчас вылезем И такое бывает Машина уже Готова выезжать И сюрприз Она заводилась Не знаю что случилось Ключи от трака Трак всегда закрываю Всегда После случая В первом трипе Когда у меня Поселился Человек Кстати забыл В локбуке поставить Что я дропаю Хонду On duty Дроп Хонда Так Это кстати Вот дождевичок Сама зона Подготовленный Но пока не пользовался Надеюсь не воспользуюсь В ближайшее время А лучше никогда Все замыкаю Сразу дверь Все То что свет горит Это не из-за этого Аккумулятор сел Это он сейчас в режиме Авто горит Потому что видимо Я ушел из машины А капот оставил открытым Не знаю Точно не из-за света Свет не горел на нем Так А вот Капот поднять Некуда Сейчас Куда-то бы упереть Хотя бы как-то Придется головой держать Качаем мышцы шеи Все Так и выйдем с бустером Перчатки стараюсь снимать Потому что они очень грязные Особенно сейчас Опа Тут чуть-чуть Вот так вот бывает Оп Все Видите В авто свет Все поехали Вот здесь нужно аккуратно Чтоб бампер не оторвать Юбка цепляется И вот здесь Тоже можно даже вот так вот По диагонали Все Так Ну Теперь все в обратную сторону Запаковываю просто И все Нужно опустить сейчас все платформы Загнать хаммер К нему Вольво задом И приус Эта платформа С пятым колесом Останется просто пустой Поэтому Просто пакую Все обратно Единственное Что вот как я и говорил Здесь вот так вот Нужно убрать С той стороны Тоже потом уберу Вот эту вот платформу Я теперь просто задираю вверх Максимально И так она и останется Сейчас опущу это все И хаммер сюда зайдет Максимально вперед И мне не нужно будет Даже затягивать морду С трепами Просто как есть Так есть Все Опускаю Пакую Гружусь И иду сдавать машину Я все Делаем на пальцах Делаем дабл чек Стрепы Пальцы Пальцы Здесь как обычно Стрепы нет Надо попросить Кстати просто механиков Наварить Вот здесь И вот здесь Посередине еще две штуки Будет огонь Так все Здесь все Нормально Здесь все нормально Здесь на третий палец поставил Здесь вообще опустил Вот эти пальцы Закрепляем Чтоб не убежали Все Стрепы убрал Можно ехать на аккорде Сейчас посмотрю Открылась ли дилерка Они бывают Открываются раньше Поэтому сейчас съезжу туда Если не открылись Наверное нужно будет Еще подождать Кстати Времени сейчас А ну все Они открываются Через пять минут Все Думаю что они уже там Поехал Сдавать машину Лишние ключи уберу Чтоб случайно не выпали Проверяем кстати ключи Я выгонял Приус Приус Вольво Хаммер Их аккорд Все И ключи от трака Закрываю трак Все Оставлю расстояние Удобное Чтобы мне было Удобно инспекцию делать Все Кстати Думаю что у меня аккорд завелся Это можно было бы и забыть А нельзя Забывать Все Течет Прокладку надо менять На аккорде Двести тысяч миль пробег Прокладку 와 Кто Тек 14? 14 Да Вот здесь Окей, и я нужна твоя сигнатура Отлично, спасибо И могу я использовать твой ресторан? Да, конечно Окей, спасибо Начну с него, посмотрим Надо посмотреть там маршрут Там Хаммер, Тахо, Блейзер Вот это Вольво и Prius Туда-сюда придется таскать Эти две машины вообще, наверное, на завтра оставлю Завтра заеду на ШАП Они мне никак не мешают, Аккорда и Вензо Вот, а тут придется все вот это тусовать Ладно, по идее, сегодня все успеваю Погнали Блин, не видно, не успел камеру включить Макларен рассадился Об Аккорд В тотал Много денег Страховка будет сегодня в расстройствах В расстроенных чувствах А я уже на подъезде к Чикаго Осталось мне 53 минуты 33 мили До первого дропа Весовая закрыта Нужно успеть до 4-х сбросить Тахо Он сказал Все, я только до 4-х В 4 я должен уйти И все Прям вот строго-настрого Мне завтра Ривианы забирать То есть сегодня мне нужно скинуть Тахо Потом еще там, по-моему, три машины В районе Даунтауна Потом ехать в Милоке Скидывать Вольво И потом возвращаться на Ярд И на Ярде скидывать Две эти машины Вензо и Аккорд Которые приехали с Техаса Такой план Вроде как успеваю Вот эта пробка сейчас отняла У меня 15 минут времени Подписала в 3 приеду Уже 3.20 Надеюсь, дальше пробки не будет И я проскочу Ладно, едем Мост 13.10 У меня высота на антенне Тахо 13.8 Но это не точно Сейчас будем по звуку слушать Как проходит или нет 13.10 Ну что, слушаем Ну, вроде нормально Проходим Бос Россия Видишь ту самую蓋 5 50. Okay, this is the Tahoe. Okay, give me like 15 minutes, okay? One more. Yeah, I need more place. Some time is good, but not now. I need to make inspection, okay? Sure, sure. As soon as we're done, I'll park it. Yeah. Okay, sir, I need signature. Sure. Now, just please try your best to get out of here as fast as possible. Yeah. Because my neighbor, she's a bitch, bro. Okay, I understand. Okay. Okay, you're welcome. Have a good day. Так, все, снимать дальше не буду. Запаковываю обратно все вниз и поехал. Так, все, я упаковался. Ветки там нормально. Прямо мост 11.6. Прямо мне нельзя. Не надо посмотреть улицу здесь. А, ну вот, все. Широкие улицы налево-направо, неважно, куда можно поворачивать. Здесь ветки мягкие. Там чуть-чуть буквально венза, наверное, пощекочет. Вон веточка одна. И все. Все окей. Все. Проверяю, еще раз делаю дабл-чек и выезжаем. Даже не достает эта ветка. Все, сейчас прямо направо и погнал. Пол пятого. Я приехал где-то без 15. 40 минут заняло у меня поставить, снять и поставить все обратно. Все. Смотрю сейчас адрес. Что там? Приус, скорее всего, следующий до 6. Вроде сегодня пока все успеваю. Поехали дальше. Пробки, пробки. Вот так приходится ездить по Чикаго. Кто этого боится, друзья, на кархолинг не советую. Это происходит абсолютно всегда. Каждый трип, в каждом городе низкие мосты, коров, низкие деревья, ветки, трафик, узкие улицы. Это все происходит постоянно. Поэтому, кто готов к этому, welcome. Кто нет, лучше не идите на кархолинг. Потратите очень много нервов. Это непросто. Друзья, скинул я Приуса. Это была дилерка. Прям вообще, хрен пойми, в дебрях даунтауна Чикаго. И самое главное то, что пришлось ехать по очень узкой улице. И слева мосты все. То есть, меня завело. И дальше я не могу отсюда выехать, потому что дальше везде слева мосты 11.2, 11.5 примерно такие. И я дропнул машину, и сейчас вот смог только ехать дальше прямо, 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 хотя мне в обратную сторону надо. То есть, я делаю сейчас круг, чтобы смог повернуть налево под мостом нормальным. У меня сейчас высота порядка 13.4. Я в навигаторе поставил 13.6. И вот сейчас вроде как траквей, я выезжаю на привей и возвращаюсь на дилерку. Позвонил на дилерку, они до 7 работают, я там буду в 7. То есть, вот навигатор показывает 28 миль, 7 часов. Но я позвонил, говорю, через 10-15 минут буду позже, чем в 7. Им они сказали, это окей, мы типа подождем тебя, поэтому, надеюсь, все будет хорошо. Очень узко, пришлось разгружаться, вообще, коротенькая полоса для поворота налево. Я прямо на ней встал, прямо посередине дороги, выгрузился быстренько, у меня привоз на краю на хвосте стоял, и все, и я помчал. Поэтому такие дела, даунтаун Чикаго достаточно веселый. И у меня села батарейка на камере, я просто ничего не снимал. Сейчас вот уже выехал, достал, поменял батарейку и еду на дроп. Ладно, погнали. Приехал я на дроп Эквинокса. Надо тоже опять сейчас вытащить Вольво, потому что она мешает. Эквинокс я точно не смогу вытащить, поэтому поднимаем платформу. Поднимаем платформу, поднимаем Вольво, достаем, скидываем Эквинокс. Там через дорогу дилерка я приехал, сейчас 17 минут уже. Надеюсь, меня там ждут, обещали, поэтому думаю, что ждут. Работаем максимально быстро. Все, поднимаю вот эту платформу. С этой стороны две стрепы осталось скинуть. Все, скидываю стрепы, работаем быстро, но аккуратно. Все, с краешки убираем, все, здесь все хорошо. Перчатки пока убираю сюда. Вольво, ключи. Открываем окно. Держу кнопку. Все, пошли окна. Все, залазил через окно. Сначала одна нога, потом вторая. И теперь тело. Оп. Все. Это очень удобно, когда так есть функция опускания стекол. Сколько? На варичке все пустить стоит. Пальцы. Все, и теперь опускаем. Гидравлика все равно медленная на этом трейлере. Мне это не нравится. Хвост без нагрузки очень долго опускается. Центральная платформа хорошо идет, а хвост долго. Все, ниже нельзя. Но Equinox съедет. Перчатки наверх. Всегда скидываю сначала правую сторону, потому что с левой сажусь, чтобы не бегать туда-сюда. По 10 раз скидываю в эту сторону. Сейчас еще раз сделаю осмотр. На всякий случай, мало ли где-то не заметил ветки, но вроде как все хорошо. Так, вот у них ворота. И здесь можно... Где я могу паркать? Да, парк вон. Где офис? вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, спасибо привет, как ты? хорошо, хорошо, хорошо хорошо, хорошо, вот здесь, я имею в виду signature great, здесь есть key и это должно быть 540, я думаю да, 540 sorry, sorry, it's 500, and this is my fault, it's 500 yeah, 500, because I make delivery inspection with another one car, it's my fault there is next one delivery are you sure it's not paid already? uh, no, not paid it's on delivery to carrier, 400 what's the name of company? uh, look here Spark Prime? yeah thank you so much, have a good night thank you так, все, чек получил амчу на Вольво я немножко перепутал и сделан инспекцию на Вольво я Вольво отмечил как доставленную по ошибке и сделал инспекцию вот этого Шеви на Вольво сейчас приеду и наоборот на Вольве сделаю на Шеви инспекцию ну, то есть в обратную сторону все немножко зафейлил, бывает редко, но бывает все, машину поставлю внутрь сейчас подниму хвост но поставлю там на край не сюда буду ставить, не буду загонять там просто на край передом сейчас заеду закреплюсь и поеду дальше наверх не буду ставить, потому что ветки зачем рисковать просто поставлю внутрь вниз все, поднимаем платформу убираем все лишние стрепы поднять надо будет центральную, потому что над Хаммером там вон расстояние мало то есть я сейчас приподуму на какой-то там вот так примерно нормально будет вот и все, сейчас верхнюю платформу надо просто приподнять до уровня чтобы мне было хватило чтобы заехать и все и сверху надо еще убрать стрепы все упаковываем все уезжаем на вольво как меня бесит туда на вольво рычаг этот что нужно подержать это время отнимает чуть назад надо там он плашку придется перекинуть вот опять на подержать а ну можно вот так вот на краешек тоже нормально будет ну и все пойдет не буду больше время терять все глушим аварийку убираем окна проверяем закрыты перчатки и валим все здесь сейчас просто подтянул рэмпы и на краешек затянул просто не хочу лазить туда-сюда в машину долго вернее часто все я закончил ставим пальцы с обоих сторон здесь 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 и здесь опускаем все пневма опущена стрепы ушли туда здесь ничего нет а вот наверху наверху надо навести порядок так как надо уже мчать а кушать очень хочется буррито и джоритос напиток типа их местный вкусный достаточно лимонадик там он кафешка ну вроде как пахло очень вкусно курица была сырая то есть он ее поджарил именно прям в моменте сразу при мне не подготовленная не заранее не полуфабрикат поэтому думаю будет вкусно ладно поехали сейчас на ходу поем как раз потому что нужно спешить дропать вольво приехал я на дроп вольво так вот на карманчике встал здесь узкие улицы это частный район там он за углом находится адрес здесь просто хорошая широкая улица буду разгружаться здесь сейчас заберу перчатки и наверное камеру не буду показывать потому что мне нужен фонарик на голову так что друзья извините вот такого дроп вольво кастомберу написал что я уже приехал берут перчатки и фонарик с той стороны надо забрать все ладно разгружаюсь все сделал доставку вольво застав заплатили сначала забыли вернее подумали что включено в доставку доставка стоило 540 долларов вот такие вот улицы приходится там заворачивать там машины здесь машины где машины в общем думала она что включено в 540 долларов став но не включен я еще раз напомнил и она доплатила 100 баксов поэтому все нормально достав получил за доставку получил надо теперь вернуться в чикаго завтра дроп хаммеров 730 договорились мы что встретимся дальше на ярдве машины скидываю и выезжаю за деревянами на калифорнию доброе утро друзья хаммер приехал я на деливере хаммера и потом рядом уже останется скинуть две верхние машины на базе поэтому сейчас что нужно сделать просто поднять и выехать сделаю это сейчас быстро я думал что я приехал туда же где я сдавал porsche бокстер в 353 но как оказалось нет это другое место что-то я вчера перепутал написал что я уже у вас был с porsche бокстером хотел вчера скинуть машину не вышло поэтому скидываем сегодня в принципе раннее утро все хорошо сегодня точно все успеваю сейчас скидываю эту скидываю те две и еду в норман за ривианами то есть все в принципе должно произойти быстро ладно погнали все там все платформы в самом верхнем положении здесь можно не поднимать просто скидываю стрепы если стреляет значит было хорошо затянуто все выезжаем четки здесь оставлю слой 8 даже не знаю чуть за мотор и стоит ну good morning this very good condition yeah before before you got up dirty aha yeah okay i need signature it's 500 incorrect okay parks right yeah and how much money did you pay for it a lot a lot yeah but it's good condition very popular truck really don't make it no more but it's this very good condition very good i think okay yeah okay yeah have a good day все человек в руках еду сейчас посмотрю сколько ехать до офиса сколько до ярда хаммер поехал посмотрю сколько ехать до офиса сколько до ярда и решу то делать мне хотелось бы сегодня сдать trip report но офис работать с 9 возможно я как раз сейчас через офис сначала поеду быстренько сдам репети 3 при порт потом поеду на ярд скину эти две машины и поеду уже в норман 100 миль это там где буду пикапить ривианы на калифорнию такой план сегодня на утро сегодня не солнечно надеюсь дождя не будет все упаковываемся и выезжаем иди на кархолин говорили они вот такую погодку грузиться я думаю будет некомфортно я надеюсь ривианы я не буду в такой дождь грузить жесть вообще просто резко начался очень сильный ливень все сверкает накрыло конкретно разметки не видно на камеру наверно все получше но как обычно но очень сильно льет я на ярде был в офисе все документы три припорта все сдал нас тут не асфальтированный ярд после дождя конечно немножко грязненько все вот так стал сейчас туда машины скину поставлю все распаковываемся быстренько потому что ярд может кто-то приехать из наших водителей поэтому надо быстренько сейчас все сделать разгрузиться и выезжать жара ужас только что утром было холодно он надел штаны кофта честно мне было сейчас снял очень душно жарко я думаю что сейчас еще после дождя влажность прям невозможно стоят у нас тут траки трейлера это машины трек-драйверов скорее всего там он еще траки всякие наши разные остальные все в работе ну и мы работаем нужно поднять эту платформу для того чтобы перекинуть потом флипперы extension и иначе упрется в бампер на задирать чтобы была возможность перекинуть венза венза тут ключи всякие барахло старенькая венза так 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 все первое есть и быстренько аккорд по поводу флиппера вот за что я говорил когда здесь стоял аккорд они бы уперлись в бампер или в капот поэтому сейчас сейчас можно спокойненько их перекидывать но нужно спуститься чтобы опустить обратно пока внизу эти резиночки несмотря на то что аккорд старенький почесаны уже но дополнительного дэмэджа я делать не хочу поэтому не ленимся и кидаем резиночки чтобы порог не поцарапать вот так вот руку прикладываю и вместе с рукой и дух и все можно съезжать ну вот даже бампером не зацепил поэтому резинки были подложены ну что на этом trip 7 ups воду перчатку на этом trip 7 часть 1 окончен трейлер пустой а это значит что все на сегодня все всем спасибо кто смотрел всем спасибо кто подписался оставил лайкос коммент всем рад спасибо большое подписывайтесь ссылочки в описании есть instagram telegram там есть всякое интересное поэтому рад был что посмотрели всем спасибо всем пока увидимся следующей серии